Седьмой день пошел, как мы ничего не знаем о том, где находится Алексей Навальный. Более того, вчера вечером появилась информация, что его больше нет в колонии, в которой он находился. Как вы это вообще объясняете себе и нам всем? Ну, та информация, которая есть, она тревожная, мягко говоря. Поскольку то, что он может быть этапирован, это как раз нормально. И во время этапирования это страшная тайна. Так бывает с любым заключенным. А с заключенным номер один, конечно, безусловно, еще больше. Но вообще об этапировании предупреждают адвокатов, родственников и так далее. И то, что это не было сделано, это, в общем, странно. Тем более, что с Алексеем Навальным идут суды, идут процессы, где он выступает, в том числе, в качестве САИ и так далее. То есть и суд-то собирается. Суд, он выше, чем в СИН. Он больше в СИН, он важнее в СИН. И на суд его по-любому должны были каким-то образом доставить. Либо его самого, либо видеоконференц-связь. Ольга Евгеньевна, но там же они сказали в колонии, у них там что-то сломалось, электричество там у них кончилось, или камера накрылась. Поэтому, ну вот они как починят, так и все будет. Это же они... Да, совершенно верно. Но этапирование из суда, это странно. Это странно. И больше того, колония номер 7 особого режима, она находится рядышком. Это Пайкино, тот же самый Ковровский район. То есть это, в общем, несколько километров. Ну и было бы логично, если бы Алексея перевели бы из ИК-6 строгого режима в ИК-7 особого режима, если бы в этом была бы обычная логика. Логики обычной, судя по всему, в деле Алексея Навального, как обычно, нет. И он наверняка будет не там. Собственно, почему не там? Вот это вот интересный вопрос. Это вопрос интересный. Для Кремля было удобно какое-то время держать его поближе к Москве. А зона особого режима, 7-я, то самое Пайкино, это ближайшая к Москве особая зона. Значит, он перестал быть нужным под боком. Вот это любопытно. А, собственно, почему? Почему он перестал быть нужным под боком? Значит, видимо, решено, что суды судами как-нибудь там уж обойдется и куда-то топируют в другое место. Колонии особого режима в России, подходящих под решение суда, довольно немного. Могут топировать куда-то в Сибирь. В принципе, да, в принципе, могут. И в каком он состоянии, это тоже большой вопрос. Да, мы знаем про голодный оборок. Он может быть не только голодным. Он может быть и от каких-то заболеваний, которых мы не знаем, а, возможно, не знает и Алексей. Вот это вот гораздо хуже. Тюремное сарафанное радио сообщало, там, дней 10 назад, собственно, через тюремщиков, что да, у Алексея плохо дело со здоровьем. Капельницу же ставили. Да, 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 да. И это было плохо дело без тревожности, а констатации факта. Констатации факта, что со здоровьем плохо дело. То, что его умучивают, ну, это было очевидно весь 23-й год и часть 22-го года. И, возможно, они в этом преуспели. И сейчас реакция совершенно понятная, она связана с выборами. Его замораживают. Его замораживают, чтобы не было доступа адвокатов, чтобы не было доступа никому, потому что Алексей продолжает сейчас оказывать максимальное влияние на выборы. Мы все заняты дискуссией, как мы участвуем, как мы не участвуем, как мы ходим, не ходим. Убеждаем 23-х человек, чтобы они выступили и как раз-таки... Я просто начал свою работу. Молодец, правильно. Я уже пишу родственникам и друзьям с вопросом, кто как голосовал в 18-м, кто как будет голосовать в 24-м. Но вы простите меня, пропажа Алексея Навального, это тоже как бы... Это даже еще больше информационный шум, наверное. Я думаю, для Путина уже нет. Я думаю, для Путина уже нет. И это очень важно для нас с вами. А то, как на это будет реагировать Путин или российское общество, мы с вами предполагаем. Международное сообщество, наверное, выразит озабоченность. Путин-то тоже понимает. А вообще, вот вы говорите, что его этапируют, мол, там, в колонию особого режима. А вообще часто вот так вот из одной колонии в другую колонию переводят заключенных? Ну, дело в том, что у Алексея есть решение суда, вступившего в законную силу, что у него изменен режим. Я напомню, что сначала это был общий режим, поэтому он сидел в покрове ВК-2. Потом это был строгий режим, поэтому перевели его в Мельхова. ВК-6 потом особый режим, и было бы логично перевести ВК-7 особого режима в той же самой области. Но нет. И вот это самое нет, это изменение, очередное изменение отношения к проблеме власти. А это проблема власти, которая называется Алексеем Навальным. И совершенно ясно, что это изменение отношений, связанное с его активным участием в обсуждении выборов и выработке стратегии оппозиции. А вот вы говорите, что ВК-7 нет, а мы точно знаем, что он не в ВК-7? Конечно, мы знаем точно примерно ничего. Но дело в том, что, собственно, почему нам сложно добыть еще эти сведения? Мы же с вами прекрасно понимаем, что у Алексея сменилась команда адвокатов. Их сложно упрекать в том, что они ненастойчивые, в том, что они делают мало публичных заявлений. Вообще их не делают. Очень сложно именно их в этом упрекать. Напомним, что против адвокатов уголовные дела. Их называют участниками экстремистского сообщества. Да, и они все-таки содержатся в самом строгом и секретном изоляторе России, в матросской тишине, в которой Крыльевский централ, который 9.9.1. И это, конечно, что называется, особое внимание к этому делу. И все-таки уже прошло достаточно времени для того, чтобы понимать, что они там, к сожалению, надолго, судя по всему. И никто из адвокатов этот путь повторить не хочет. Значит, это не то, чтобы сигнал, это просто вот так будет с каждым кто. Судя по сообщениям владимирских чиновников, так или иначе, что, судя по всему, Алексея Навального нет вообще уже во Владимирской области. Если это так, то он куда-то этапирован. Я бы поставила бы на Сибирь. Омск, Красноярск, что-нибудь в этом духе. Но это попытка просто его убрать подальше от Москвы, убрать его с обсуждения в оппозиционных независимых СМИ, попытка навредить его нынешним юристам, адвокатам, которым тоже придется либо ехать вслед за своим доверителем, либо, ну что, кто тогда будет интересы Навального отстаивать. Это, то есть, такое вот мелкопакостничество, мы его подальше засунем, чтобы не светился? Я не уверена, что это мелкопакостничество. Я думаю, что это идет какая-то гораздо более крупная игра. И, ну, если честно, мне не хочется даже слух произносить, о чем я думаю. Ну, мы знаем, что государство, власть, Кремль, Путин, ФСБшники, чекисты пытались Навального отравить, гульфик ему мазали ядом и прочее, прочее. Поэтому, ну, как бы, предположить, в какую сторону вы думаете, мы можем, наверное, все и нам всем. Вот этого очень и очень страшно. Не по себе прямо аж. Да, и то, что происходит сейчас со многими политзаключенными, и с Алексеем Гориновым, который отказывает легкой, я напомню, что у него была операция, и у него, в общем, плана легкого отсутствует как таковой, да, и его не лечат, он в тяжелом положении. И мы знаем с вами, что Саша с Кочеленкой перестали передавать лекарства, и те продукты, которыми она может питаться в СИЗО, это сделать легче, чем на зоне передавать те самые продукты. Почему это сделано сейчас, да, так мне кажется, что это такая, какая-то большая общая команда гасить политических. Гасить политических, чтобы они перед выборами просто не имели вообще никакого влияния. Да даже не сколько они, сколько другим было бы неповадно. Посмотрите, что мы можем сделать, и нам наплевать. И попробуйте только. Попробуйте только писать, попробуйте только выйти на улицу, или попробуйте поднять голову. И, кстати говоря, вот еще и смертная казнь. Оля, а если, я понимаю, что мой вопрос, наверное, очень наивен, но что-нибудь вообще сделать можно? Как-нибудь, Алексей, найти можно? Я думаю, да, можно. Для этого нужна политическая воля, которой нет в России сейчас. Политическая воля найти Алексея. Но я думаю, что есть политическая воля мировых лидеров. И, ну, собственно, пора их теребить очень сильно. Я понимаю, что им не до нас вообще. Им не до Алексея Навального, не до чего. Им неохота общаться с Путиным. И максимум, чем можно добиться, как, собственно, было сделано заявление вчера пресс-тервью Евросоюза, что Евросоюз очень беспокоен состоянием Европарламента Алексея Горинова. Да, это все очень хорошо, но мало. Но мало. И пока это слону дробина. Все-таки нужно, я не знаю, хотя бы совместное заявление Макрона и Шольца, например. Что-нибудь такое. Это могло бы повлиять, если бы вот Макрон или Шольц позвонили бы, даже если Путину? Ну, Ябарского пельнича можно было бы и попытаться хотя бы найти, Алексей. Это увеличило бы шанс. Это бы увеличило бы шанс. А по поводу Алексея Горинова, действительно, ну, во-первых, напомню, что он 7-летний срок за так называемые военные фейки отбывает. И вчера я видела, что, вот ты пишешь об этом телеканал Дождь, вчера подробно рассказывал, что у него цвет кожных покровов уже синий, и что у него нет сил даже сидеть на стуле и разговаривать. Да, вот какие-то пытки такие. Ну, и я добавлю, что это происходит на фоне, ну, например, попытки увеличения срока. Я думаю, он увенчает с успехом. Слушайте, 12 лет дополнительно еще Никите Белыху. И я вот тоже, знаете, я со многими разговаривала. А что пристали к Белыху? Вот что пристали к Белыху, он сидел 8 лет. Тихо сидел, его не слышали. И никаких политических высказываний не делал. Ничего. Он сидел же очень быстренько, вообще ничего. И мне, думаю, человек говорит, послушай, все же защищается. А Никита Белых относительно молодой, моложе Путина, ему чуть-чуть за 60. Но он молодой, в принципе, губернатор, популярный в свое время, либеральный. А ну, как он выйдет сейчас и станет лидером на свободе? Ну, нафиг. Господи, ну, это какое-то безумие. Это безумие, это безумие. У тебя, Никита Юрьевич, я просто с ним же вел программу на радиостанциях Москвы. У нас был дневник губернатором каждую, по-моему, среду. Да. В эфире встречались я к нему, в Вятку ездил. Когда он был в Москве, он приходил к нам в студию. И мне казалось, когда было принято решение о том, что его закрывают, ну, тоже все все поняли, и он в том числе. И он же никаких политических заявлений не делал с администрацией колонии. Вроде бы он тоже не воевал, не знаю, такого мы не слышали. И вот человеку еще накидывают. Причем он отсидел, сколько вы говорите, семь? О, семь. Восемь, да. И ему еще в полтора раза больше пытаются сейчас дать. Это, конечно, прям какая-то... Просто какая логика, я даже не понимаю. Вот вы думаете, Белых, который выйдет после восьми лет, где он там реально умирал, мы рассказывали о том, что у него были проблемы со здоровьем. И что, он будет революционировать? На баррикады людей звать? Упаси Господь! Я думаю, он всеми возможными способами будет и на воле, тише воды, ниже радаров. И при первой же возможности, прощение, мытая Россия. А вот сидит какой-нибудь Бортников, например, я не знаю, или Нарышкин, скажи все, Бортников, или Королев из ФСБ, и думает, а вот сейчас вот выйдет Белых, а ну как он что-нибудь скажет, это ж Владимир Владимирович будет очень недоволен, или начальник будет недоволен, папа будет. Ну нафиг, пусть лучше посидит. А то что он не стоит, портит старику? Мы с тобой говорили про Екатерину Дунцову в начале эфира, который там уже начали счета блокировать, хотя кто для них Екатерина Дунцова, да, просто журналистка из города Ржев, которая вдруг решила пойти на выбор. А тут целый Никита Белых, который пост губернатора занимал. Как он выйдет и напомнит о себе? Можно я последнюю историю попрошу вас прокомментировать? Меня она просто не отпускает. Игорь Барышников, политический активист из Калининградской области, ему 64 года, ему дали 7,5 лет. При этом у него рак и у него цистома. То есть это трубка для вывода, я так понимаю, жидкостей из организма, мочи, которую вообще обычно по правилам промывают сами медики. Но вот он должен промывать ее сам, поскольку он находится в заключении. Да, и мы помним с вами, что у Игоря умерла мама. И очень просил с ней проститься или как-то, по крайней мере, побыть на домашней Марисе какое-то время, пока с ней. Это очень тяжелая история. У Игоря очень хорошие адвокаты и вообще очень поддерживают калининградцы. Вот с кем ты не встречаешься, совершенно понятно, что он в Калининграде человек, вызывающий максимум сочувствия. И за ним следят, за ним очень следят и местные журналисты, и просто сочувствующие обычные люди. Судя по всему, Игорь был хорошо очень знаком калининградцам и вот вызывал именно вот такую хорошую симпатию. То, что мы сейчас о нем знаем, и он пишет письма, он отвечает, и я призываю писать письма Игорю Барышникову. То, что мы знаем, это благодаря еще и такому забытому слову, как общественная поддержка. Как общественная поддержка все-таки, и я так понимаю, что пока он под надзором, да, калининградцев, калининградцев, с ним все-таки не такая тяжелая история. Хотя, да, вот эта трубка, которую он прочищает сам, и в принципе все эти условия, они годятся. Вы знаете, у нас есть Владимир Карамурза. Его заболевание, вот заболевание, которое было получено после отравления, оно входит в перечень заболеваний, которые препятствуют отбытию наказания, под номером 29. Это постановление правительства. И вот заболевание Карамурзы, да, абсолютно оно соответствует вот этому перечню. И что? И что? Тюремные медики тоже очень обеспокоены состоянием его здоровья. Уходила на 26 килограмм. Да, и ничего не происходит, ничего. Есть документ, перечень, закон. Да, есть закон. Он не должен сидеть в тюрьме. Это заболевание, которое я не выговариваю, да, назначает атрофию нервных окончаний и мышц. Да, то есть если он не лечит его в специальных условиях, он просто через год-два просто умрет. И мы все об этом знаем, тюремщики об этом знают. Да, началось другое отношение к политическим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!